Вот взяли этот, закрыли магнит, который на колораж был. Теперь приходится, видите, сюда ездить, в этот гипер, который 30 лет рядом с нами. Ну, блин, несколько подальше. Это уже не магнит дома, это просто гипермаркет. Надо купить всего лишь сметану и хлеб. Ничего такого сверхъестественного. На колораж теперь, ну, я имею в виду ближе к морю, проще заправиться на электрической заправке, чем хлеба купить. Здесь еду, то есть не еду уже. Сейчас вот. Там, правда, света, может быть, мало, поэтому картинка становится хуже. Ну, судя по всему, вся движуха, вот сейчас перебрел отсюда. Мне бы... Так, ненужная корзинка, можно брать? Корзинку взял я, короче, и отошел. Здесь, тут, кстати, появились эти камеры, которые такие быстрого обслуживания, поэтому это немножечко радует нас. Зимой здесь вообще никого не будет. Вообще. А вот летом проблематично. Даже ходить по сравнению с тем... Видите, тут барышня с телефоном вот у нас стала. И у нее все есть. Главное, что у нее все есть. Лиски, мартини, мы на карантине. Не знаю, что вам показать. Просто отключил камеру, потому что... Потому что потому... Огурцы 139. 119 самые дешевые вот такие вот. Морковь 31. Когда морковь стоила 31 рубль? И 69 это очищенная, которая. Так, хлеб. Хлеб, кстати, арбузов здесь дешевле. Вот реально, если вы спрашивали про арбузы, то... Вот по цене меня кто-то вот сегодня спрашивал, по чем арбузы на колораж, по которым я скучаю. Так, у нас эти арбузы 45. Здесь они там, я не вижу. Цены не вижу, но я помню, что они что-то такое 27, что ли, стоили. Так, мне сметану выкупили. А я нифига не вижу. А, и хлеба еще сказали. Вот, в принципе, за хлеба и сметана я сюда и приперся. Ну, финансиби за хлебушком сходил. Так, тот хлеб, который я люблю. Так, это не нарезанный. А такой бывает нарезанный. 36 рублей. Сейчас посмотрю, если есть. Потому что Анжелика берет все время нарезанный хлеб. Где зато впадло? А, нет, это что? Он зеленый не нарезанный, а желтый нарезанный. О, нарезанный нашел. Есть еще такой с изюмником хлебушек. Я такой люблю очень. Ну, сейчас все-то... А. Вот, кажется, такой. Я не знаю. Поход, вот, 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 90 рублей хлебушек. Я помню, он еще был рублей по 50, по 60. Так, пошел искать Свентану. Вообще, как бы сравнивать цену, наверное, смысла большого я не вижу, потому что мы с вами уже делали подобные процедуры. Я понимаю, что в комментариях я читал, что цены одинаковые приблизительно. Вот сметана из кореновки, 104 рубля, 25 процентов до октября. Есть по 99, 15 процентов, а есть еще 20 процентов. Я не знаю, по ком мне взять. Возьму такую-такую. Прям, знаете, такая... Это мягенькая, это... Да, тоже мягенькая. Есть еще по 109, вот такая вот. Огрокомплексная. Огрокомплекс. И 809. Тоже разные цены. В принципе, поставленная мне задача выполнена. Я купил то, что мне поставили в дачу. Кефир 94, 89. 99 тоже, видимо, 92, 64 даже есть какой-то вот. Огрокомплекс. Огрокомплекса. Что еще взять-то? Творог взять какой-нибудь. Обезжиренный. Даешь. Жирный творог люблю. Вот 9 процентов. Есть. Есть какой-то 5 процентов. Хрен его знает. Или творог. А вон у них вкуснотела. Большой. Не знаю, возьму такой-такой. Так, что-то мне еще надо. Мне нужно что-нибудь колбасное посмотреть. Видите, ни разъехаться тут у меня хрена. Сладости мне не надо. Это мне не надо. Знаете, что я посмотрю? Айзер-чай. С ароматом бергамота. Черный чай. Афихи его знает какой. Надо. Просто черный чай. Я и с бергамотом-то люблю. Но мы не очень любим бергамотом. А то какая-то там лисма дома лежит. Блин, какая-то фигня. А, вузы, кстати, по 19 рублей я нашел. Вот такой вот. Черный. Тоник, бутер. Сладкая? За 5 дня. Что, пойти какой-нибудь колбасным посмотрим продукцию? Я, честно говоря, не знаю. Я с собой карточку-то взял. Но я вчера все там перед того все средства перегонял. Надеюсь, что хватит. Вот улорока сметана. А что, рубиновская тоже? Рыбу я в конце колораж возьму. Там интереснее. Вкуснее. Не знаю даже. Смотрю на эти колбасы. Что-то они... Голос особо не радует. Я как не куплю какие-нибудь сосиски, какие-то хрени. Анжелика, когда берет, все время нормальные какие-то. Вкусные. И сыр я в последний раз взял. Она меня закритиковала. Закритиковала. Говорит, взял козю же. Козел. Креветки мелкие. Что-то хочется. А что хочется, сами пойму. Харель, еще не доели дома. Брал там же, говорю. Ладно. Программа, как говорится, минимум выполнена. Поставленная задача выполнена. Вот такая вот маленькая прогулка по магнику. Не знаю, может, она у нас как-то не нужна эта прогулка. Но, блин, мне надо было прогуляться. Поэтому я и прогулялся. Все, ребят, пока. Я пошел на кассу.